С помощью сателлитов и ситингоу на VIP-турнир отобрались 35 человек. К ним присоединились игроки из Европы. Всего за столами 68 участников. БАИН 5300 долларов, а общий призовой фонд 340 тысяч. Я смотрю, ты играешь в очках. Тебе тяжело? Не, я врать не умею просто. Честно говоря, первый раз хочется сыграть в крупном турнире. За 5 тысяч не хочу заходить, не имею права по банкролу. А сателлит, почему бы и нет. Чувствую, что выиграю. Наверное, выиграю. Как дела? Ну, неплохо. Не считаю, что меня посадили между двумя суперпрофессионалами. Антоном и Киевским Владом с губой. А еще там сидит знаменитый колумбийц Пабло Эскобар. Вот. Который здесь терроризирует весь стол. Вот. То все отлично. Можно играть. Пабло Эскобара вас не терроризирует? Терроризирует. Но он очень сильный, поэтому страшно. Ну, хорошо, что в позиции хоть сидит. Ну, может быть, вам объединиться и как-то его выбить? Да я думаю, что это... Как бы он нас не выбил, да? Пока русские игроки в интеллектуальной битве боролись с колумбийцем и остальными, их возлюбленные дамы тоже сели за стол. Организаторы предложили девушкам поучаствовать в женском турнире. Вход всего за 100 долларов. Большинство игроков за покерным столом впервые. К примеру, Виктория, солистка из группы Сливки. Запомните главное? Вот это вот слово. Объем. Нет, подождите, подождите. Я не хотела... Я хотела... А что я хотела вообще? Ну, вообще-то, я думаю, что... А какой вопрос был? Девушка, а где вы научились играть в покер? В интернете. Давно играете. Меньше года. Ну и как успехи? Как видите, не очень пока. Стиль игры? Как, наверное, у всех женщин, тайтовый. Что-то не очень заметное. Чуть-чуть агрессивный, может быть. Не, на самом деле, оказывается, тут очень много от бильярда. Мне очень понравилась эта игра. Уровни в женском турнире всего по 20 минут. Поэтому финальный стол сформировался через полчаса. В призах 5 человек. Определяется Баблбой. Но так как в турнире только девушки, определяется Баблгел. Большинство девушек играли первый раз. Поэтому все читались очень хорошо. Тем более, перед этим мы несколько дней играли в Мафию. И я практически всех сразу прочитала с первого же круга. И практически готова была выиграть. Но стала Баблгел. А в ВИП-турнире сформировался финальный стол. Два представителя из России, Израиля, Турции, игрок из Швеции и немец, занявший четвертое место на мейн-эвенте. Безоговорочный чип-лидер Хулия Пехлеван-Лар. Ее стэк – 542 600 игровых фишек. Если немец стэк набьет хотя бы средний, его уже никто не выбьет. Это борется очень сильно. Он, по-моему, во всех турнирах на финалке попадает, которые я видел. Сильно играет. И остальных шансов нет против него. А вот девушка? Девушка. Она играла против меня как раз в одном из турниров. Со мной за одним столом после меня сидела. Три улына я от нее увидел. На 3-5 пикей, на 6-9 бубей и на 8-9 червей. Каким бы опытным ни был игрок из Германии, и в этот раз ему не хватило везения добраться до заветного кубка. Борис Фраген становится в турнире хайроллеров бронзовым чемпионом Mediterranean Poker Cup 2010. Похоже, у нас дежавю. В хедзапе снова встретились мужчины и прекрасная барышня. Правда, в этот раз оба представители из Турции. Однако, если копнуть глубже, Хулия, по-русски Юлия, уроженка из Питера. Хедзап длился больше двух часов. Последняя раздача. У Хулии всего лишь флэш-дро. У турка туз-король. Кубок из 113 400 призовых достаются серии Фуанару. Честно говоря, не потому что это мой турнир, не потому что я являюсь организатором этого турнира, а вот как со стороны я считаю, что турнир удался, вот просто очень удался. И знаю, что будет дальше больше. Потому что я вижу настрой моих партнеров, они говорят, что да, да давайте, давайте, давайте еще, скажите, кого пригласить, давайте, какую звезду пригласить. Алла Пугачева вы хотите? Я говорю, да не надо Алла Пугачева. Кого? Григория Лепса? То есть они готовы платить. И здорово. То есть я думаю, что будет только лучше. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Субтитры сделал DimaTorzok